Всем привет, ребята! Многие спрашивают в комментариях, как там поживает мой муравьиный лев и куколка муравьиного льва. Что с ними происходит? Так вот, ребята, у меня для вас есть две новости. Первая касается куколки. Из куколки вылезла стрекоза. Да-да, представляете? Прихожу я сегодня утром посмотреть, как там куколка, и вот что я вижу. Ребята, смотрите, вот оно, вот оно, случилось чудо. Супер превращение. Вы только посмотрите, это наш муравьиный лев. Вот он вылез из этого кокона, из этого песчаного шарика. Вы только посмотрите, какое насекомое. Ну, как это вообще получается? Это просто какая-то фантастика. Превращение этих насекомых, бабочки, гусеницы. И это у нас муравьиный лев. Смотрите, у него еще не расправлены крылья. Вот такое вот животное получается из муравьиного льва. Вон у него тоже, смотрите, челюсти. То есть, это хищное, хищное насекомое. Я сейчас попробую посадить его на палочку. Захочет он сесть или нет. Эй, чудо, садись. Опа, есть, есть, есть. Полезло, полезло. А, я боюсь его. Я боюсь его. Смотрите, у него сейчас, наверное, расправятся крылья. И оно полетит куда-то. Куда ты ползешь, чудище. Класс, ребята. Вот это да. Я, честно говоря, думал, что придется ждать очень долго. Ну, не знаю, неделя всего лишь прошла. И вот оно превращение, ребята. Муравьиный лев превратился в стрекозу. Вон его пустой кокон. И там, кстати, вон дырочка, откуда он вылез. Класс. Необычно, да, ребята? Согласитесь. И, кстати, ребята, вы знаете, я очень рад, что к тому моменту, как я пришел, у этого насекомого не расправились крылья. Потому что, если бы они расправились, он бы просто куда-то улетел. И я бы вам не смог показать. Ну что ж, оставим наше чудо-насекомое здесь на палочке. Пускай у него расправляются крылья. А мы перейдем ко второй новости. И она касается муравьиного льва, который живет в аквариуме. Дело в том, что он уже больше недели не появляется наверху и не строит свои обычные ямки-ловушки. В общем, я уже начал переживать, что там с ним происходит. Посмотрите, абсолютно ровная поверхность песка. Вообще никаких неровностей, никаких ямок. И у меня, в общем, два варианта. Либо он умер, либо он тоже превратился в куколку. Давайте сейчас с вами это проверим. Для этого нам понадобится вот такое вот обыкновенное сито, которое нам поможет просеять этот песок. Итак, подставим такую вот тарелочку и будем просто пересыпать наш песок. Блин, я уже, кажется, вижу, ребята. Ребята, я уже, кажется, вижу. У меня две куколки. Смотрите, еще один шарик, ребята. Да что ж такое-то? Ну, блин, я хотел еще поснимать видео, как он ловит разных насекомых, а он, зараза, превратился тоже в куколку. Окуклился. Да. Ну, что ж такое-то, ребята. В общем, я поузнавал у специалистов, и мне объяснили, что в природе муравьиный лев ест довольно редко, примерно раз в неделю. А чтобы превратиться в куколку, ему нужно набрать определенный вес. И поэтому он живет в стадии вот этого муравьиного льва несколько месяцев и ловит себе муравьев, пока не потолстеет. А я слишком часто его кормил, и он набрал вес за неделю и сразу же окуклился. Вот такие дела, ребята. Я его просто перекармливал. Ну что же, я думаю, нужно снова засыпать песок в аквариум, положить туда-обратно куколку льва, пускай она развивается, и пускай из нее вылезет еще одна стрекоза. Ну, а эту стрекозу я сейчас посажу к муравьям. Пускай ее съедят за то, что она ела их в свое время. Шучу, ребят. Я, конечно же, вынесу ее на улицу и выпущу ее на волю. Пускай живет, пускай когда-нибудь снесет яйца, и из них снова родятся муравьиные львы, которые снова будут рыть ямки, и потом снова превратятся в песчаные шарики-куколки. И так будет всегда, потому что это круговорот жизни. А жизнь, она не кончается. Она вечна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok